Добрый день, мои любимые зрители и подписчики моего канала! Вот, я приготовила такое блюдо из крапивы. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной, и вы увидите, как можно приготовить вот такое блюдо из крапивы. Очень вкусное и очень полезное, друзья! Так что, смотрите нас! Вот, друзья, целый тазик крапивы. Для начала её нужно очень хорошо почистить от мусора. Ну, или когда вы собираете, старайтесь её собирать почище, чтобы много мусора не было. У меня она так чистенькая, я старалась её собирать аккуратно, но всё равно попадает какой-то мусор. Ну, там пыль, там ещё что-то. Поэтому мы будем её несколько вот мыть, пока вода не будет чистенькая. Если вы увидите, что нету никакого мусора, вот у меня ещё плывёт мусор, значит, ещё нужно её промывать. Сейчас я уберу в другой тазик, а эту воду буду менять. Вот, видите, сколько грязи? Вот, даже видно, не знаю, вам видно. Сейчас я приподнесу поближе. Вот, хотя я старалась. Сейчас я вылю и поменяю воду. Всё, ту воду я вылила и отправляем снова. Да, готовить крапиву не так уж и легко. Казалось бы, какая-то крапива. А нет, с ней нужно немножко повозиться, мои хорошие. Сейчас сполосну вот этот тазик и опять туда же отправим нашу крапиву. Ну вот, тоже грязи есть сейчас. Но такие манипуляции будем делать где-то 4-5 раз, скорее всего, пока вода не будет чистая. Всё, крапива наша чистенькая. И зальём её кипятком, мои хорошие. Да, 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 заливаем её полностью. Вот так. Ой, какой запах! Ой, по всей кухне. Вы себе даже не представляете. Всё, залили кипятком. Вот так сейчас её ложкой. Ой! Всё. И сейчас эту воду мы сольём. Ну, в принципе, можно, знаете, этой водой голову даже сполоснуть. Ой, какая! Ой, какой аромат! Вы себе не представляете, друзья. Ну, мы сейчас сольём вот эту воду. Ну вот, что у нас осталось из целого тазика крапивы. Я сейчас чуть-чуть отложу для пирогов. А половину я вам покажу, как мы в Молдавии ещё готовили крапиву. Я пирогов сделаю несколько штук. Хочу поделиться, что можно делать из крапивы. Какие вкусняшки! А вот остальное, что у меня останется, я сейчас залью кипятком. И буду кипятить где-то примерно минут 15, мои хорошие. Ну, всё, я сейчас буду варить. Воды много я не налила. Это налила, знаете, сколько? Примерно, чтобы покрыть крапиву. И пускай кипит, где-то варится минут 15-20, мои хорошие. Всё, друзья, прошли минут 15. Наша крапива уже готовая. Я её сейчас процежу и измельчу в блендер, мои хорошие. Пока крапива остывает, мои хорошие, я буду заниматься в дальнейшем её соусом. Сейчас покажу. Немножко лука пожарим. Вот так полностью. Сейчас обжарим лучок. Почистим. Это чесночок. Вот такая чесночина, друзья. 50 рублей я купила сегодня на рынке. Представляете? Свежий чеснок. Сейчас я пару зубчиков почищу. И будем добавлять. Всё сейчас буду готовить для нашей крапивы. Очень вкусная получается крапива. Я даже маме позвонила уточнить, как правильно приготовить, как в детстве именно вот она готовила для нас. Она мне всё рассказала. Я-то, в принципе, знала, но думаю, уточню у неё, как это всё происходит. Я уже тысячу лет, наверное, не готовила вот эту. Как из деревни уехала в город, никогда не готовила крапиву. Ну, а сейчас, думаю, нужно приготовить обязательно. Тем более, я нашла места, где растёт крапива наша. Всё. Начинает жариться наш лучок. Я убавила огонь. И пускай на медленном огне жарится наш лук, а мы займёмся нашей крапивой. Уже нужно её измельчить, а то в дальнейшем нужно всё быстренько-быстренько приготовить. Посмотрите, какой цвет воды. Вот эту воду мы не будем выливать, мы будем добавлять к нашему соусу. Ну, а сейчас я в блендере буду измельчать. Отправила крапиву в блендере. Сейчас закроем крышкой и будем измельчать. Всё, измельчила я и получилась у нас, вот видите, вот такая каша. Но это чем-то напоминает шпинат, скорее всего, мои хорошие. Вот видите, какая получилась такая однообразная консистенция. Субтитры создавал DimaTorzok 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 похоже на шпинат но не шпинат это крапива вот такую еду друзья мои мы ели в детстве прикиньте это я чуть-чуть приготовила а мама готовила целый казан вот этой крапивы мы так много собирали эту крапиву это была первая трава которая весной выходила ну а потом уже остальные травы укроп зелень интересно было все наша крапива готовая вот она должна быть такой густоты она еще гуще станет когда остынет ее можно и в горячем виде есть и в холодном виде это очень вкусно можно на ломтик хлебушка помазать и перекусить сейчас я на тарелке все буду выкладывать и будем дегустировать нашу крапиву друзья ну вот я приготовила бутерброды вот такие из наших крапивы вот так выглядит уже наша крапива в холодном виде и давайте будем дегустировать вы не поверите это очень вкусно друзья мои так что готовьте с людмилой профи равны я возьму кусочек можно вот так зеленью подать с помидорчиком я такой бутербродик сделала друзья смотрите укусила так укусила это очень вкусно и очень полезно так что готовьте со мной готовьте лучше меня а крапиву пока есть возможность ходить и собирайте замораживайте ее и готовить из нее вот такое вкусное полезное блюдо вам большое спасибо за то что вы меня посмотрели уделили немного времени для меня и до скорой встречи на канале гостях у милой людмилы пока пока